Так, сразу после Лодерунера, пожалуй, возьмусь за РТС. Да такую, чтобы, ух, весь мир вздрогнул. Или нет, может быть лучше Сталкера сделать Сталкера, Сталкера ведь нет над Спектруми. Ах да, а еще Фоллаута нету. Эх блин, как накачу с утра, так идеи прут. Приветики, а я теперь Тутушки, и я хочу вам рассказать про новую игрульку, которую мы с Алексом и с командой делаем сразу на две платформы. А какую? А вот такую. Старый, добрый Лодерунер. Он просто обязан существовать с той же графикой, как на NES, но на Спектрум. Правда, мы делаем игру не совсем копию, а скорее по мотивам. Игра разрабатывается для компьютеров ZX Evolution с поддержкой TS Config, а также для компьютеров ZX Next. За что, кстати, отдельная благодарность Алексею Эпсилону. В данный момент игру можно запустить на Next, но об этом немножко позже. В игре уже есть вполне себе проходимые 50 левелов с паролями к ним. Да-да, в игре есть пароли. Также в игре уже есть, можно преднастроить клавиши, возможность поиграть без противников, ну и отключить или включить музыку или эффекты. Очень заветую обзаводиться всем Full Camston Joystick'ом, лучше сеговского стандарта. Он будет работать в игре по умолчанию. Игра на данный момент запускается в эмуляторе Unreal, но, к сожалению, есть баги. По крайней мере, на Железной Еве точно. Прошу не обращать на это внимания. В конце концов, игра находится на стадии разработки. Кроме оригинальной графики SNES, можно будет поиграть в модерн-версию игры с новой графикой и сюжетом от Джо Ван Дейла. Ну, в общем, ждем. За музыку, кстати, отвечает Ника, куда без него. А вот вы видите, как игра запускается под Next. Ну, что тут сказать, шайтан-машина. В общем, ждите. Я думаю, осталось недолго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok